Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Преподобный Корнилий еще в молодых годах оставил мир и начал подвизаться в Печерском монастыре Псковской области. Здесь пострижен он выночество и проводил жизнь строгую в трудах и молитве. При нем расширили в горе храм Успения Богоматери и устроили его с пределом в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских. А через несколько лет новая храмовая икона Успения Богоматери начала источать исцеление и другие чудеса. В 1529 году блаженный Корнилий облечен был саном игумена Новой Печерской обители. В продолжение сорокалетнего управления своего он возвысил обитель по всем отношениям. Жизнь его была образцом строгой иноческой жизни, и он старался одушевить ревностью к подвижничеству подчиненных ему иноков. В тогдашнее время случалось, что иные, внося в обитель богатые вклады, дозволяли себе жить в обители непоиночески и вклад свой считали за право на жизнь пожеланием испорченного сердца. Блаженный Корнилий жил упованием на Господа и не думал поставлять благосостояние обители в зависимость от вкладов. Он дорожил высоким значением обители, как училище благочестия, а потому всякого инока, когда не хотел он жить поиночески, подвергал исправительным мерам, а если тот не приходил в себя, то удалял его из обители, кто бы он ни был. Один из таких изгнанных вкладчиков явился с жалобой к митрополиту Макарию. Митрополит велел отправить его в обитель под строгую эпитемью. Новгородский архиепископ Феодосий писал к блаженному Игумену. «Писал к нам святейший господин и отец наш Макарий, митрополит всей России, о вашем печерском вкладчике старце Савати, что был он в монастырских службах с мирскими людьми и пал в великие грехи, и что он приходил каяться и плакаться перед тобою о том падении, но ты не принял его на покаяние. Отдайте его доброму старцу под надзор, чтоб жил с правилом и ходил к началу каждой службы, а стоял бы перед церковью каждый день до конца правила. В церковь же не допускайте его. А ты наставляй и учи его по правилам. Ты сам хорошо знаешь Писание. Оно говорит, если епископ или игумен или пресвитер не принимает на покаяние обращающегося от греха, то должен быть извержен. Блаженный Корнилий любил спасение братьев и заботился о нем. При нем число иноков обители умножилось до ста человек, тогда как прежде него было их мало. Он хорошо понимал и долг признательности к благотворителям обители. Памятником тому служат заведенные им синодик обители для поминовения усопшей братьи и усопших благотворителей. Неутомимый в трудах, с неусыпной ревностью ко благу обители, он построил во Пскове на Печерском подворье каменный храм в честь Богоматери Адигитрии. В обители своей деревянный храм сорока мучеников он перенес за монастырь для монастырских рабочих, а на месте его построил каменный храм Благовещения. В назидание другим описал он чудеса Печерской иконы Богоматери. «Свидетель этих чудес, — говорит он, — не я один, а весь Псков и Новгород». Богоматерь подает исцеление не только православным, но и иноверным, приходящим из немецкой земли с верою к чудотворному образу. Блаженный Корнилий любил просвещение для себя и для других. Образованные из современников, каков был князь Курбский, проживали по временам в его обители для бесед с ним. Ученик его, старец Васян Муромцев, был одним из самых просвещенных людей своего времени. Блаженный Корнилий насаждал благочестие не только в своей обители, но во всей окрестности. С 1558 года открылось новое поле деятельности для блаженного Корнилия. Царь решился возвратить православию, принадлежащее ему в Ливонии, и достойно наказать немцев, испепеливших православные храмы и ругавшихся над святынью. В апреле воеводы подступили под Нарву. В страстной пяток вельможные и гордые немцы, изобретшие себе новое имя евангелистов, еще с утра были пьяны, и, несмотря на перемирие, начали стрелять в русских. Им задан урок. Не вразумились. Найдя икону Богоматери с предвечным младенцем на руках в доме, где стояли русские купцы, они стали ругаться над иконою. Потом, взяв ее со стены, бросили в огонь, где варилось пиво. Пламень, внезапно быстрее стрелы, бросился вверх, и вверх здания запылал. Начался страшный пожар в Нарве. Русские, воспользовавшись пожаром, завладели городом. Такова награда хулителям божественного, тем, которые образ Христа, изображенного по плоти, и образ матери его, равняют болванам богов языческих. Такова награда иконоборцам. Так пишет современник событий, князь Курбский. Нельзя было не содрогнуться при такой каре Божией. Надобно было подумать о себе, ученикам новых учителей. Тем более, что икона Богоматери и другая, святителя Николая, которую также бросили в огонь лютеране, найдены на пожарище целыми. Блаженный Корнилий и Юрьевский архимандрит по распоряжению митрополита и царя осветили Нарву и Иван-город торжественным крестным ходом с чудодейственными иконами и затем доставили эти иконы в Москву. Вслед за Нарвою взяты были замки Нейгаус, Дерпт и другие. Для бедных эстов, пострадавших и теперь, и прежде от войны, блаженный Корнилий щедрую рукой раздавал пособия всякого рода. Он принял на себя построить православный храм в Нейгаузе, тогда как в Нарве и других местах строила храмы правительства. Благотворительность блаженного Корнилия, его кроткие наставления, его бескорыстие и чистая жизнь произвели то, что в приходе Нейгауза все эсты, а в других приходах многие обратились к святому православию, как к благочестию бескорыстному и искреннему. Да, нетрудно понять учение апостола. Надо бы на быть исполнителями слова, а не слушателями только, обманывающими самих себя. Что пользы, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Там, где хотят питать и развивать один разум, где с презрением отвергают способы образования воли, там невозможно живое вседушевное благочестие, там только обманывают самих себя. Там, где говорят, каждый думай о вере по своему усмотрению, ожидайте всего нечестивого, но уже отнюдь не христианского благочестия. События сами по себе сильно говорили в пользу православия. В 1560 году блаженный Корнилий был орудием дивного дела Божия на радость православию и в казнь врагам его. В праздник Успения Богоматери он послал Просфору и Святую Воду воеводам, стоявшим под Фелином, и лишь только прибыл туда посланный им, как в Фелине вспыхнул от ядер пожар, истребившие снаряды и весь хлеб неприятеля. Немцы вынуждены были сдаться. Признательные воеводы прислали в обитель Богоматери Фелинский колокол. В 1565 году блаженный Корнилий окружил монастырь каменную оградою и над вратами обители построил храм в честь святителя Николая, поручив всему дивному защитнику чистой веры оберегать обитель православия. При положении обители на границе ливонских немцев, заклятых врагов православия, такое укрепление необходимо было не для одной обители, но и для целой России. Это неопровержимо доказали события 1581 года, когда монастырь счастливо выдержал осаду Баториевых войск, и грозные силы неприятеля без пользы для него истратились под стенами обители. В 1570 году преподобный Корнилий со всем псковским духовенством торжественно встречал грозного царя во Пскове. Царь назначил православного епископа для завоеванной Ливонии с титулом епископа Юрьевского и Вельинского, и первым епископом был посвящен блаженный Корнилий. По летописям новый владыка Юрьевский 14 октября 1570 года прибыл из Москвы в Новгород, а в 1572 году являлся он к царю в Новгород с иконами. В синодике Печерского монастыря записана память, представление священно-епископа Корнилия Юрьевского и Вельинского. Князь Курбский пишет «Умершвелен им, Иоанном, Корнилий, игумен Печерского монастыря, человек святой, славный по иноческой жизни. Он с молодости своей жил в трудах иноческих и воздвигнул монастырь трудами долгими и молитвами пред Богом». В Печерской рукописи сказано о преподобном Корнилии «От тленного сего жития земным царем предпослан к небесному царю». Как это было, за что или по какому поводу, неизвестно. Только сам больной душою царь записал Корнилия в числе убиенных, показывая тем свою прикосновенность к страдальческой смерти Корнилия. Подвижник благочестия скончался на 69-м году жизни своей 20 февраля. Молитвами преподобно-мученика Корнилия Пскова-Печерского «Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok